Издательство Бомбора. Океан книг. Что у нас есть. Мама и папа. Введение. Рапорт как ключ к коммуникации. 1996 год. Мне Эмили Лоуренс, 22 года. И я еду в лифте с четырьмя мужчинами. За плечами каждого судимость за насилие и проблемы с психикой. А мне довелось быть их сиделкой в психиатрической больнице для правонарушителей. Мы едем в подвал, чтобы поиграть в бильярд в комнате отдыха. Чтобы туда попасть, нужно совершить целое путешествие из особо охраняемого крыла через три защитных двери, напоминающих космические шлюзы. А затем спуститься в подвал в маленьком, неудобном, ярко освещенном лифте, насквозь пропахшим хлоркой. Тогда мне казалось, будто меня поместили в одну из этих дряхлых гигантских кухонных тележек. На которых развозят еду и напитки в старых фильмах. Я стояла позади, а передо мной теснились четверо мужчин. В прошлом каждый из них совершил жуткий поступок. Но мне нравилось работать с ними, и я считала их интересными, сложными и вежливыми людьми. Вот Уилл, например. На его счету пять жестоких изнасилований. Он часто поглаживал пять маленьких вытатуированных звездочек на своей руке и говорил, что эти тату позволяют ему не забывать о своих ошибках. Но доктор считал, что это скорее трофеи, с помощью которых Уилл оживлял в памяти сцены своих преступлений. Рядом с ним переминался с ноги на ногу Айзек. Айзек — человек впечатляющих размеров, обделенный навыками общения. Он задушил своего пожилого отца во время психотического приступа. Айзек редко поднимал взгляд и говорил, только когда к нему обращались. Обычно он часами тихо и спокойно играл в карты. «Можешь нажать «Б»?» — спросила я тогда Чарльза, долговязого 18-летнего парня, который страдал параноидальной шизофренией и все время что-нибудь поджигал. Чарльз часто жег траву возле своего дома, и однажды это закончилось тем, что он спалил южное крыло своей начальной школы. К счастью, пожар произошел воскресным утром, и в школе никого не было, но восстановление обошлось в сотни тысяч долларов. Когда Чарльза обнаружила полиция, он спокойно сидел на качелях на детской площадке и наблюдал за происходящим. Вообще Чарльз очень вежливый и дружелюбный парень. Он часто рассказывал анекдоты термостату, который висел в столовой. «Конечно», — ответил мне Чарльз в лифте и нажал «Б». Двери тихо закрылись. В тот момент мне показалось, что что-то не так. Мужчины вели себя подозрительно тихо. Может, они успели поссориться, пока я не видела? Не было привычных шуток и подколов. Мы спускались, и в воздухе висело напряжение, как электрический гул, которого обычно не замечаешь. Лифт остановился, и двери открылись. Трое мужчин вышли, но один остался. Это был Джером. Человек ростом под два метра и весом под сто килограмм. Он стоял в дверях лифта, как вкопанный. Джером тоже страдал параноидной шизофренией, но, в отличие от нежного Чарльза, в более жуткой форме. У него бывали бурные, яростные вспышки. В девятнадцать лет его осудили за убийство пожилой соседки. Он был уверен, что та шпионит за ним и записывает его разговоры для ЦРУ. Однажды он постучался в ее дверь в три часа дня, и когда старушка открыла, ударил ее молотком по голове двенадцать раз. Ей было восемьдесят два года. «Давай, Джером, выходи», — сказала я, а сама думала, «какую там цифру на рации нужно нажать, чтобы позвать на помощь?» «Нет», — ответил он, — «да, мы вперед». Его лицо расплылось в медленной, слегка зловещей улыбке, и он жестом пригласил меня пройти. «Джером», — сказала я, а мои волосы встали дыбом, «ты же знаешь правила, я выхожу последней, помнишь?» «Да, но я так не люблю правила», — ответил он, и его лицо резко помрачнело, словно грозовая туча. Он наклонился ко мне. Один палец я держала на кнопке удержания двери, другой — на рации, и чувствовала, как у меня сжимается горло. «Я знаю, Джером, но мы все должны следовать правилам. Я не могу выйти, пока не выйдешь ты», — сказала я, изображая спокойствие, в то время как во рту все сильнее ощущался привкус страха. «Брось, пойдем поиграем в бильярд. Это же веселее, чем стоять здесь, правда?» Я напряженно улыбнулась, пытаясь сохранять спокойствие. Повисла долгая пауза. Джером смотрел на меня широко раскрытыми глазами, а его рот, наоборот, сжался в тонкую сердитую линию. Меня ужасала мысль, что он может меня ударить, но я очень старалась выглядеть расслабленно. Сердце стучало у меня в ушах так громко, что он вполне мог его слышать. «Я не сдвинусь с места, пока ты не выйдешь, Джером», — сказала я тихо, но твердо, глядя ему в глаза. Его лицо искривилось, глаза потемнели и вспыхнули. Тяжело дыша, он подошел ближе и оглядел меня сверху вниз. Его руки заметно дрожали. В моей голове крутились мысли, смогу ли я вызвать подмогу. Нет. Если я воспользуюсь рацией, это будет конец. Он забьет меня до смерти в этом лифте. Вот же дурочка. Они будут идти две минуты, а через тридцать секунд я буду уже мертва. Какие же огромные у него руки. Настоящие молотки. Джером наклонился и зло прошипел. «Я не люблю, когда женщины указывают мне, что делать. У меня бывают с этим проблемы. Запомни хорошенько», — ответил он, тыча пальцем мне в лицо. «Хорошо, Джером, я запомню, обещаю», — сказала я тихо, продолжая смотреть ему в глаза, ощущая биение сердца всем телом. Затем он резко повернулся и вышел, направляясь в комнату отдыха. Как только изо рта пропал привкус желчи, а руки перестали трястись, я сообщил аппарации, чтобы второй сотрудник спустился и помог мне сопроводить подопечных обратно в свое крыло. С тех пор правила в больнице изменились, и троих или более пациентов стали сопровождать два сотрудника. Но это было далеко не единственное последствие.